На дно каждой банки выкладываем по одной веточке укропа, лучше зонтиком. Туда же добавляем по 3 зубчика чеснока, если они крупные, то можно 2. Теперь необходимо почистить кабачок, срезать с него плодоножку и почистить внутри. Если он крупный, то очистить от семянки. Теперь необходимо порезать его дольками, если мелкие, на 4 части. И померить по длине банки, чтобы он до горлышка был, и отрезать все лишнее. Измерив длину одного кабачка, нарезаем все оставшиеся сегменты на такие же равные части. Теперь нарезанные сегменты кабачка нужно плотно уложить в банки с таймя, плотно набить баночку. Теперь в каждую банку добавляем по половине чайной ложки перца черного горошка. Также добавляем по одной чайной ложке приправу для корейской моркови. Теперь добавляем по одной чайной ложке растительного масла, лучше оливкового. Для приготовления маринада наливаем в кастрюльку литр воды и добавляем туда 150 грамм сахара и 2 столовые ложки соли. Теперь надо все поставить на огонь до закипания. После того, как наш рассол закипит, добавляем туда 150 миллилитров уксуса 9%. Теперь кипящим рассолом заливаем все банки до горлышка и накрываем крышками. Теперь в какую-нибудь большую кастрюлю на дно укладываем ткань, либо какое-нибудь полотенчико. Устанавливаем туда все наши банки и заливаем водой до горлышка. Устанавливаем на плитку и после закипания стерилизуем 10 минут. После того, как простерилизовались 10 минут, вытаскиваем банки и закатываем обычными крышками. После этого необходимо установить под шубу, так называемую. Это какое-нибудь теплое одеяло или теплые вещи. Приятного аппетита, друзья!